Дэвид имеет в своем распоряжении годовой бюджет в 50 миллионов евро и возможности одной из крупнейших британских автоспортивных компаний. Сегодня он получает последние результаты тестирования. Из прошлогоднего бюджета он потратил на новую машину 5 миллионов евро. Естественно, ему хочется получить результат. Существование раллиной команды более чем от чего-то иного зависит от способности превратить одну из таких в одну из таких. Согласно правилам, машина, участвующая в чемпионате мира по ралли, должна базироваться на современной модели четырехместной дорожной машины, которая должна быть изготовлена для продажи не менее 25 тысяч экземпляров. Субаром считают, что именно близкое родство между дорожной и раллийной машинами оправдывает ежегодные 50 миллионов евро, которые компания закладывает в свой бюджет на содержание раллийной команды. Обе высокоэффективные полноприводные машины, но различие между спортивным купе и раллийной машиной отражено в их стоимости. Чтобы по-настоящему почувствовать разницу, вам понадобится помощь профессионального водителя. 26-летний Крис Аткинсон из Австралии – один из ярчайших молодых пилотов ралли. В этом году он будет сражаться за постоянное место в команде Субару, которая обладает репутацией делать из молодых пилотов чемпионов мира. Итак, что можно получить за 40 тысяч? Во-первых, турбонаддув. 2,5 литра, 300 л.с., надежность, АБС, регулирование тягового усилия, полный привод и хорошая стерео. Моей матери была дабл-арекс, когда я учился в школе, и было клево подъехать на ней. Все парни завидовали. Крис может проехать эту кольцевую испытательную трассу протяженностью 3 километра за 1 минуту 38 секунд. А что вы можете иметь за 630 тысяч евро? Во-первых, секретное оружие, так называемый старт-контроль. Нам не нужно пользоваться коробкой передачи, она включается автоматически, мы можем просто рвануть с места, она контролирует уровень сцепления с дорогой и проскальзывание. Это означает, что она стартует как ракета. 5, 4, 3, 2, 1. И ваша дорожная машина похожа на машину вашей бабушки. Думаю, старт машины – самый эффектный момент. Давишь на газ, и она улетает. Раллийная машина оснащена стандартным для субаропозитным двигателем, совершенствованным для гонок. У него оптимизированы вращающие моменты, ускорения, а отнюдь не максимальная скорость. То есть реактивная тяга доступна в любой момент. Здесь как раз экономия времени в ралли. Нужен крутящий момент, когда проходишь повороты, а потом давишь на газ и получаешь коротковременное ускорение, когда требуется. Вы также имеете полуавтоматическую коробку передач стоимостью 100 тысяч евро, которые способны переключать передачи за 10 миллисекунд. Можно добавить гоночную подвеску, сокращенный вес, покрышки ценой по 700 евро за штуку. И вы имеете машину, которая держится на асфальте, как приклеенная. И проходит эту трассу на 8 секунд быстрее дорожной машины. И, конечно же, она способна делать так. Так. И так. Стремление извлечь максимальную эффективность буквально из каждого компонента эти парни всегда будут до последнего дня. Часы и минуты настраивать технику перед каждым этапом ралли. В ином случае побед не видать. И так. Продолжение следует...